Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку планировал проведение военной операции в Агдаме в ходе недавнего вооружённого конфликта в Карабахе. Раскрывать все секреты войны пока рано. Придёт время, многое станет ясным. Но сегодня могу сказать, что операция в Агдаме планировалась. Мы всё равно бы освободили Агдам. Но были бы потери, причём большие, сказал Алиев накануне 24 ноября в своём обращении в Агдаме, перешедшем под контроль Азербайджана согласно трёхстороннему заявлению по Карабаху. Президент Азербайджана также затронул вопрос о состоянии мечети в этом населённом пункте. Несколько лет тому назад сопредседатели Минской группы ОБСЕ, представители России, США и Франции побывали в мечети. Они два раза проводили здесь миссии и сообщили мне, что побывали в Агдамской мечети. «Почему не подняли вопрос? Потому что не вызывало беспокойства у западных лидеров. Почему это не вызывало беспокойства у западных лидеров? Выходит, мусульманские мечети можно осквернять, пасти там коров, свиней разрушать. Если так, то пускай идут и занимаются проблемами в своих странах. Не стоит совать нос в наши дела», заявил Алиев. Кроме того, в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что для введения боевых действий в Нагорном Карабахе Ириван привлекал наемных военнослужащих из Франции, США, Ливана, Канады, Грузии и других стран. Соответствующее доказательство есть в распоряжении Баку. Об этом сообщает агентство АРА. Армения активно использовала иностранных наемников. «У нас есть многочисленные фото и видеодокументы, у нас есть паспорта иностранных граждан, в частности граждан Франции, США, Ливана, Канады и других стран Грузии», – сказал он. Глава государства отметил, что привлечение иностранных наемников со стороны Армении является недопустимым. При этом он подчеркнул, что несмотря на эти данные, результат военных действий всем известен. По его словам, достичь политического урегулирования конфликта удалось благодаря блестящей военной победе азербайджанской армии. Президент также рассказал, что во время военных действий Армения грубо нарушала гуманитарные нормы, так как подвергала ежедневной бомбардировке некоторые населенные пункты Азербайджана. По его словам, в результате этих ударов погибли 94 мирных жителя, еще более 400 человек получили ранения. Ранее Армения объявила Азербайджан в привлечении наемников из Сирии. В ноябре премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что у Еревана есть исчерпывающее доказательство того, что тысячи наемников были завербованы и перевезены при поддержке Турции в Азербайджан. Тогда в ответ Баку тоже обвинил армянскую сторону в привлечении наемников из Сирии и Ближнего Востока.